Господь наш драгоценный, Царь наш, мы прославляем Тебя, поклоняемся Тебе, Господь. Ты сказал, и это записано в Библии святой Твоей, Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Господь Иисус, Ты созидаешь Свою Церковь. Ты созидаешь и ничто, и никто не разрушит то, что Ты созидаешь. Потому что основание – это Ты, потому что глава – это Ты, потому что Церковь – это Ты, потому что это есть тело Твое, Господь Иисус, Тебе все слава. Боже, благодарность Тебе, что в сегодняшнем дне, Боже, мы, христиане, сегодня часть тела Твоего, Господь, члены тела Твоего, Боже, проставляем Тебя, Господь, и являемся Твоими работниками на этой земле. Господь, смогущий, благослови в нашем поколении, Боже, прославим Тебя, Господь. Пусть Твое имя будет превознесено и возвеличено и в этой земле, Господь, превыше всякого имени. Господь, Боже, смогущий, благодарность Тебе, пусть фимиам, молитв святых Твоих поднимаются до земли, Господь, слава Тебя, Царь Вселенной. Благослови нас, учи нас сегодня, наш драгоценный учитель. Боже, позволь нам сегодня этим вечером, этим третьим вечером, также прикоснуться к тайне истории Твоей Церкви. Боже, пусть примеры, которые прозвучат сегодня, Боже, и положительные, и отрицательные, и страшные, и ужасные, и возвышенные, прекрасные, и то, что позорило Тебя в истории Твоей Церкви, и то, что возвеличило Тебя в истории Твоей Церкви, пусть это послужит нам наукой сегодня, Господь, чтобы нам не грешить пред Тобою, чтобы нам, Господь, не повторять ошибок, какие совершали наши предшественники, и чтобы нам прославлять Тебя, Господь, в нашем служении, чтобы, Господь, вписать страницы в историю христианства, которые Тебе будет не стыдно читать, Господь. Бог всемогущий, благословенный, Царь наш, благословенный, Боже наш, слава тебе за все, благословенный, Отец, Сын и Дух Святой, аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья, братья, сестры. И сегодня продолжаем тему истории церкви. И это третий вечер. Я хочу поделиться сегодня несколькими примерами из истории христианства. Вот в это время. И я думаю, эти примеры, они равнодушными не смогут оставить нас. И помогут нам на самом деле пересмотреть свое служение, свое христианство. История христианства, эта тема очень большая, конечно. Много можно рассказывать и об истории христианства в Европе. Конечно, это отдельная тема, прекрасная тема, история реформации. Я очень люблю эту тему, допустим, рассказывать, люблю, изучать, люблю эту тему истории Лютера, Кайвина, Звингли, Аннабаптистов. То есть вот тех, кто в 16-м далеком столетии поднимал знамя реформации этой эпохи, недаром называют временем Великой Реформации на самом деле, поворотом, таким очень радикальным поворотом к Иисусу, к Слову Божьему. Поэтому Сова Скриптура Лютер однажды провозносил с кафедры только Библия, только Писание. И знаете, вот эти простые слова, они просто переворачивали миллионы христиан, сознание, умы, миллионов душ. Слава Богу! Да, эти реформаторы много, конечно же, и ошибались, и загрешили, и сделали всяких ошибок. Но, вы знаете, не ошибаются, кто-то ничего не делает. Но при всех ошибках реформаторов они сделали величайший прорыв в истории христианства. И это, конечно, делает их великими. Друзья мои, и недаром даже католическая церковь, тогда, 500 лет назад, в штыки, воспринявшая реформацию, сегодня уже по-другому реагирует на эту историю. И в сентябре месяце, если не ошибаюсь, вот этого года, 2008 года, ныне здравствующий Папа Римский, Бенингк XVI, официально снял все прещения, наложенные на Лютера, 500 лет назад, значит, когда его назвали, Лютер назвали еретиком, там, сектантом, изгоем, и вообще, в общем-то, недостойным человеком, и даже не христианином, и анафем предали. И вот спустя, фактически, 500 лет, все-таки, правда восторжествовала, и у нынешнего Папы хватило здравого смысла признать заслуги Лютера перед церковью, вообще, христианской, вселенской церковью, и снять все эти анафемы, все эти проклятия, и заявить, что Лютер, он все-таки, ну, в большей части был прав, обличая, значит, тогдашнее отступническое католическое христианство. И, в общем-то, слава Богу за, я считаю, этот очень хороший поступок Бенедикта XVI, я не одобряю во всем Папу нынешнего, потому что у него много, к сожалению, тоже ошибок, но вот в этом поступке я очень солидарен с ним. И вообще, друзья мои, рассказывая о реформаторах XVI столетия, вот о Лютере и других реформаторах в Европе, конечно же, мы благодарим Бога, и я люблю эту тему, но мне хочется вот этот вечер, у нас немного времени, поэтому я хочу рассказать о других героях, не менее великих героях веры, но которые, я считаю, незаслуженно забыты. Знаете ли, в православном мире тоже были свои реформаторы, просто не было такой большой реформации, как бы, знаете, она не состоялась так грандиозно, как в Европе состоялась, и это не зависело от человека. Вы знаете ли, человек, насаждающий и поливающий ничто, все Бог взращивающий, возвращающий, тот, который дает всему жизнь. Для, допустим, для такой продолжительной реформации необходимы определенные условия, политические условия, экономические условия, религиозные условия. К XVI столетию в Европе все это было налицо, и желание политической независимости, самостоятельности стран, пробуждение национального самосознания, экономический кризис, который заставлял этих тогдашних князей, олигархов, будем так говорить, императоров, царей, иметь независимую казну, свой личный бюджет, и тяготились монархии европейские диктатом финансовым, диктатом Папы Римского. Религиозные были условия подходящие, как никогда раньше, потому что верхи уже по-старому не могли править, значит, справляться с ситуацией, не могли уже дальше контролировать религиозную ситуацию в Европе, во всей Европе фактически. А низы, простые католические христиане уже не желали во многом соглашаться с прежним своим положением, безмолвие, значит, такой религиозной такой, простите, тупости такой. Они хотели уже нечто большего, просвещение уже стучалось в двери. И, друзья мои, и реформация, грандиозная реформация состоялась. Слава Богу! До Лютера были не менее великие герои веры в той же Западной Европе, но их называют сегодня предтечами Великой Реформации. Они были не менее великими героями веры, но при них не было еще условий подходящих, будем говорить, для удачной реформации и продолжительной реформации. Но если бы не было тех предтеч, не было бы Лютера. Вы знаете ли, когда Лютер еще был подростком, ему было 13 лет, по-моему, или 14 лет, в Италии, во Флоренции сожгли последнего, наверное, из великих предтеч Великой Реформации 16-го столетия. Это был итальянский, доминиканский монах Джераламма Савонарула и два его товарища, Сильвестро Маруфи и Фра Доминико. Эти простые монахи, священнослужители католические, они уже тогда поднимали знамя Реформации, понимая даже, что это как авантюра. Это как, знаете ли, во время Второй, может быть, защитники Брестской крепости. Понимали, что это бесполезно, вообще, с такой армандой горстки бойцов сражаться, или 28 панфиловцев. Абсурд, казалось бы, значит, да? Ну, я сейчас не говорю, что это... Сегодня историки пишут, что это, в общем-то, больше сказочные, ну, как бы, собирательные персонажи, вот, по году панфиловцев. Но, я не хочу сейчас плохо говорить об этом, но скажу, что вот просто очень похоже в религии, есть в истории христианства, есть похожие примеры. Так вот, но если бы не было савнаролы, вполне возможно, и лютер не поднялся бы, не имел бы смелости, а даже подняться, слава Богу. Так вот, о православных реформаторах. Знаете ли, друзья мои, собственно, реформация, она зарождалась не в Европе даже, а именно, в общем-то, исторически на Востоке, на православном Востоке. Первые предтечи Великой Реформации, это вот как раз, я вчера кое-что сказал, немного совсем, конечно же, об эпохе иконоборчества, и Константин Акалийский, значит, Фомак Лавдиопольский, вот эти служители, забытые сегодня историками, к сожалению, чаще всего забываемые, они прокладывали дорогу, по сути, для Великой Реформации. Больше того, в 9-м столетии, вот Богомилы, в 10-м столетии, они, по сути, начинали то, что потом вылилось в Великую Реформацию. Крестовый поход, первый крестовый поход, буквально уничтожил вот это, как бы это движение богомильское. Это тех православных христиан, истребляли, которые открывали Слово Божье и пытались пересматривать на основании Слова Божьего и доктрины, и служение свое, и, в общем-то, все. Возвращаться к первоистокам они стремились. Это их отличало от остальных православных христиан. Их называли богомилами. Я не спешу, извиняюсь. И доктрины, и служение свое, и, в общем-то, все. Возвращаться к первоистокам они стремились. Это их отличало от остальных православных христиан. Их называли богомилами. Я не спешу, извиняюсь. Ладно, я постараюсь помедленнее. Но вот эти, когда богомильство истребили, знаете ли, друзья, что произошло? Поэтому крестоносцы те же самые, и после этой эпохи крестовых походов, европейцы осознали, что необходимы реформы, как ни странно, потому что те же самые крестовые походы, они подточили такое монолитное здание католицизма западноевропейского. Люди увидели, что не все так, как рисуют богословы и монахи, потому что все по-другому стало, не как предвещали Папы Римские. Друзья мои, в православии я расскажу, наверное, о некоторых личностях, потому что их слишком много, вот этих было героев, таких веры, известных и малоизвестных. Я люблю о них узнавать, люблю читать о них. Вот, наверное, самый мой любимый персонаж на сегодняшний день из той давней истории, это патриарх православной церкви, который жил через сто лет после лютера, меньше, чем сто лет, но его казнили по приказу султана турецкого уже в начале, в первой части, значит, 17-го столетия, в 1638 году. Это патриарх Кирилл Лукарис. Патриарх Кирилл Лукарис. Вот, все, надеюсь, почитали уже тезисы, да? Кто еще не читал тезисы? Все, да? Ну, ознакомились уже, по крайней мере. Так вот, здесь ссылочки есть на Кирилл Лукариса, частые, да? Такие. И еще была здесь такая распечаточка такая, восточное исповедание христианской веры, да? Кирилл Лукариса. Кто брал эту распечаточку, да? Нет. Вот, если нет, то подойдите вот к отцу Олегу, он даст вам. И вот здесь, значит, здесь вот в тезисах на третьей страничке вот как раз изображение. Одно из сохранившихся старых изображений этого патриарха Кирилла Лукариса. Кирилл Лукарис, он, знаете ли, как вот наш православный лютер или кальвин, то есть вот он реформатор, на самом деле, с большой буквы. Патриарх Кирилл, он, наверное, первым из православных иерархов, будем так говорить, из православных патриархов тем более, осознал необходимость больших перемен в церкви. И, в общем-то, в чем, наверное, главная заслуга? Наверное, такая же, как и у лютера. Поворот к Библии, к Писанию. До него, к сожалению, сложилось такое мнение, вот в этих кругах, в высших церковных кругах православных, что Библия, она не для простых людей. Она книга богослужебная. Она книга как бы литургическая. При ней можно преклоняться, ее целовать, нараспев ее красиво петь. Но вникать в нее категорично запрещало подавляющее большинство священнослужителей. К сожалению, и среди высшей иерархии того времени православной, это было, как бы, тоже принято мнением. Но Кирилл, он был человеком, ну, другого мышления, другой формации. Во-первых, человек просвещенный. Вообще, я скажу так, что великие блага для церкви люди просвещенные. Потому что это, на самом деле, не даст церкви закостенеть, будем так говорить. И вообще, друзья мои, одна из благороднейших задач реформации, любой реформации, тем более, если это говорится именно о реформации, не просто о пробуждении духовном, кратком порой, а вот именно о глубокой реформации, которая оставляется лет на столетия на многие. Одна из главных задач, это заставить человека думать, мыслить своей головой. И вот как раз Кирилл, он был человеком, будем так говорить, вот новой формации. Человеком, который мыслил. Он учился и у знаменитого Галилея, он учился в лучших школах тогдашней Европы, получил классическое образование, будучи православным человеком, он учился на Западе. Больше того, он читал трактаты как католические, так и протестантские, сравнивал. Это же было время, как раз уже, ну, будем так говорить, эпохи контрреформации в католицизме, когда реформация вызвала среди католиков тоже, как бы, оживление богословское. Им требовалось как-то реагировать на реформацию не только силой оружия, но и силой интеллекта, силой ее богословства. То есть это пробуждало и католическую теологию. Он интересовался протестантскими авторами, и особенно защитывался он Кальвином. Он понимал, что Кальвин это на самом деле гений 16-го столетия, который просто встряхнул богословскую всю школу. И вот, и недаром Кириллу Кариса называют Кальвином Нового Рима на Западе, его так обычно называют в школах библейских. Его сравнивают с Кальвином по уровню его теологии. Так вот, и Кириллу Карис, его дядя был патриархом Александрийским, это очень важный пост, я считаю. Потом он был в Западной Белоруссии, из Африки командирован был в Западную Белоруссию и Украину. Был в Бресте некоторое время, это было время как раз кризиса православной церкви там, на Западе Белоруссии и Украины, когда в католицизм порой насильственно православные приходы превращали. Но, к сожалению, у православных священников этого региона огромного не было грамотных священников, которые могли бы грамотно ответить на католические заявления определенные. Не было. И, к сожалению, большинство священников даже были полуграмотные вообще, фактически. Не знали, во что же верить. Даже доходило до того, что не знают, кто такой Иисус Христос конкретно. Не могли назвать, что такое Истроица вообще. Это позор, я считаю, конечно же, очень большой. Но это было. И вот, они были вынуждены обратиться к восточным патриархам, западно-белорусские и украинские священнослужители, для того, чтобы им дали богослов, какие-то грамоты, которые объяснили бы основы веры вообще православной. Во что же нам нужно верить христианам-то? И нашли таких двух священников, высокообразованных на Востоке. Один из них был Кириллукарис. Так вот, эти два священника прибыли в Брест. Католики сожгли одного из священников. Порой так, в то время было, что последний аргумент богословских диспутов это костер инквизиции. Но Кириллу 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 удалось убежать от костра католической церкви. Он бежал через Киев, обратно в Африку. И там получилось так, что его дядя уже был на смертном Адре в это время. И его синод епископов, значит, африканских, его избирают патриархом Александрийским, патриархом всея Африки. Это было недолгое время. Вслед за тем, значит, его избирают патриархом вселенских. Это блистающий карьер, блистательные карьеры, конечно. Патриарх Константинопольский в Стамбуле, патриарх Вселенский Кириллу Кавиц. И это было впервые за многие уже тогда, к сожалению, столетия даже, чтобы патриархом был избран именно высокообразованный человек, который стал просто-напросто ломать всю систему религиозную. Это было удивительно. Он первым, кто из патриархов, позаботился о просвещении священнослужителей. Он понял, что большинство всех проблем церковных, в невежестве священнослужителей. Он видел в Украине и в Белоруссии наглядные примеры, как священники просто не знали о зов веры. И что же спрашивать с простых людей, если священники неграмотны, если священники не знают Слово Божье, если священники, они невежественны. И он задался целью. Больше того, Писание он решил издавать на понятном людям новом греческом языке. Это тоже было впервые. Писание на греческом написано, да, мы знаем. Новый Завет. Но проходят столетия, и язык меняется. Старый греческий уже в то время был непонятен большинству греков простых. И вот он взялся за то, чтобы издавать Новый Завет на понятном людям современном ему греческом языке. И он это сделал, слава Богу. Больше того, из-за границы, с Европой именно, он приобрел буквально на последние деньги, какие были в патриархии. Он приобрел не новые колокола, как делали до него патриархи, не новые украшения, не новые бриллианты для поноги, и, как обычно, делали для него патриархи. Тратили бюджет церковный именно на эти средства, на эти вещи. На религиозную эту бижутарию, будем так говорить, да? Но он приобрел станки печатные. Кстати, интересно было, однажды, переживание, у меня тоже в Москве, в Софрино, большой магазин от патриарха Алексея II, там большой магазин, он занимал тогда три этажа, значит, и там чего только нет, там, начиная от копеечных свечей, заканчивая, может, иконостасами, целыми престолами, ну, все, вот все, что душа желает, можно приобрести. А на этажах, значит, между этими магазинами, там, значит, можно еще по каталогам найти того, что тебе хочется еще, в общем, дополнительно. Там, ну, все есть, я скажу так, все есть. И вот, особенно меня за... А, я деньги взял в Киеве, в нашей церкви, значит, на то, чтобы приобрести, там, значит, Митру, значит, и что-то еще. Ну, шапка такая, знаете, красивая такая. Вот я в воскресенье был в этой шапке, да? Но я ее не там приобрел, я в Киев ее приобрел. Вот, значит, и за небольшие деньги. А там я видел такие дорогие, знаете, вот облачения. Смотрю, облачение архиерейское требовалось мне, там, ну, тысяча долларов. Вот, значит, и за небольшие деньги. А там я видел такие дорогие, знаете, вот облачения. Смотрю, облачение архиерейское требовалось мне, там, ну, тысяча долларов, полторы тысячи долларов, это минимально. А так все остальные выше, там уже гораздо идут. Шапка эта, я смотрю, 50 тысяч долларов американских. Или же по курсу в рублях можно приобрести. И надо же, притом, это не лежит товар долго, а покупают отцы. Думаю, вот, пока харизматы разлагольствуют о процветании, мы уже процветаем, оказывается. Я думаю, да, интересно. Значит, братья процветают уже во всю. Ну так, а такие шапки покупают, надо же они. Ну ладно. А рядом, хотя такая же шапка, но там за 300 долларов можно примерно купить. Такую, ну, конечно, не такая, но примерно. Так, вы знаете, на первый взгляд. Она не так блестит, конечно, и там не камешки, а там уже просто стеклышки красиво сделаны, значит. Но блеску, по-моему, хватит уже. И вот, значит, и когда я, помню, сел на банкетку там между этажами, каталоги эти листаю, и чувствую, меня подташнивают немного. Но не физически, а вот как-то духовно подташнивают. Знаете, вот как-то... И я услышал кое-что там, представляете, вот это не было голосом, это вот как-то тихо, я даже не понял, что это было. Но потом я понял, это был голос. Когда у вас все это будет, не забудьте меня. И все, мне уже ничего не надо, я понял. Вообще, как можно за всей этой религиозной, этой бижутерии, всякой этой прочей, позабыть самое главное, знаете, вот. Ради чего все это, и ради кого, вернее. И, вы знаете, друзья, ну ладно, Кирилл Укарис, он все-таки, слава Богу, был человеком новой формации, и он, на самом деле, заботился о просвещении. Купил станки, стал печатать эти новые заветы, стал печатать такие разъяснительные для народа брошюры и прочее. То есть, ну, как бы занялся делом работы просветительской. К сожалению, не так много у него было сторонников. Больше было священников в оппозиции ко всему тому, что он делал. Это было нетипично. Дело в том, что в 1631 году он издал, будучи патриархом, издал свою работу, которая стала, знаете ли, вот как вот лютеровые тезисы для Западной Европы, вот для православия. Это вот как раз, собственно, реформаторские тезисы Кирилла Укариса. Потому что Кирилл, как патриарх вселенский, он заявил следующее, что в этих тезисах, что каждый православный христианин, он должен изучать Писание. Не только священники, но и простые люди. Я думаю, те, кто из вас уже ознакомился с цитатами из Кирилла Укариса, вы представляете себе уже, да, о чем идет речь в этой книге. По тем временам это было вообще эффектом разорвавшейся бомбы. Потому что впервые патриарх православный такие вещи говорит. Больше того, в ответах, опубликованных чуть позже, значит, ответы на вопросы, которые вызвала эта книга, Кирилл написал, что он считает, что иконы, сами, вот я вчера говорил кое-что об иконах, да, что это как иллюстрации, как живопись, да, но не предмет для поклонения. Но это было вообще, для того времени, для православного мира традиционного, это было просто как взрыв разорвавшейся бомбы. Патриарх православный впервые вдруг заявил, что необходимо не поклоняться живописи, а именно Бог, то есть икона почитания, но не икона поклонения должно быть. То есть он отказался от очень многих таких вещей, которые были в традиционном православии. Очень немногие священники поддержали патриарха, его реформаторство. Многие епископы стали в оппозицию, и многие священники. И вот католическая церковь вообще восприняла это все, значит, просто-напросто реформацией настоящей, и объявила войну, в общем-то, этому реформатору. Папа Римский посылал своих, ну, у него в то время было свое КГБ, или ФСБ, как назвать их, не знаю там правильно, насчет своей спецслужбы, их называли иезуиты. Вот, и этот орден иезуитов выполнял функции, чекистские такие функции, значит, и вплоть до устранения физического некоторых неугодных лиц. И этим иезуитам Папа дал приказ устранить патриарха. Вначале изолировать его, потом устранить. К сожалению, тогдашним этим спецслужбам католическим это удалось, к сожалению. Потому что, хотя султан дал команду, но за ним в то время стояла именно как раз вот иезуитская команда вся. Во-первых, иезуиты добились того, чтобы станки были печатные, были уничтожены. Значит, и они добились этого. Иезуиты обвинили, значит, довольно странно звучит, обвинили патриарха в хуле на ислам и на пророка Магомеда. Католическая церковь не дремала. Они искали, за что же зацепиться, но не находили ничего, поэтому они нашли вот такой предлог. Султан подписал команду, значит, придворные дали, значит, такую команду. И, в общем-то, станки были уничтожены. Хотя потом, значит, уже было доказано, что в его сочинениях не было ничего хулещего, ислам и пророка Магомеда. Но, однако же, что сделано, то сделано было. Иезуитов после этого на время отстранили, их выгнали, значит, из, значит, официально из Стамбула, когда Султан разобрался во всем, но уже было поздно. Но затем иезуиты путем подкупа, потому что папа выделял очень огромное средство на подкуп, значит, иезуиты пользовались подкупом, обманом, мошенничеством, значит, и достигли того, что, значит, подкупив многих советников, значит, визирий Султана, они снова пробрались в Константинополь, в Стамбул, и снова обосновались там. Но на этот раз они решили уже не станки ломать, а убить самого патриарха. Значит, его не удалось устранить путем прямого такого киллерства. Тогда они решили, опять-таки, через Султана. И воспользовались тем, что Султан на время выбыл из столицы, и подкупив, опять-таки, визирий, они доложили, составили ложный донос о том, что якобы патриарх в сговоре с казачеством украинским состоит. А украинские казаки делали набеги в то время на Турцию, очень частые. И, в общем-то, его ложно обвинили. А он, на самом деле, был знаком с казачеством украинским, он был знаком, на самом деле, но это было его первым путешествием в Западную Беларусь, в Брест, еще священнослужителем, не епископом, священником. И вот по такому обвинению его казнили в столице, в общем-то. И Папа торжествовал, он назвал даже праздником это событие, казнь патриарха Кирилла. Но, как и в случае с реформацией в Западной Европе, скажу так, что рано радовались враги реформации, потому что все равно ростки то там, то там прорастали. И все-таки, хотя не состоялась реформация в то время, в православном мире, в 17-м столетии, но, друзья мои, но, вот скажу, первые вот такие толчки реформации, они произошли. И сегодня мне, допустим, вот порой даже, скажу, очень даже, ну, сподручно, что ли, вот именно ссылаться вот на вот Кириллу Кариса, когда я общаюсь со многими священнослужителями. Кстати, вот сейчас вот нас записывают камеры, вот я пользуюсь случаем, значит, хочу как раз вот обратиться к священникам православной церкви. Если вы меня сейчас смотрите, если вы священник, диакон или, может, даже епископ православной церкви, я просто умоляю вас внимательно посмотрите на деятельность Кирилла Кариса, и вы увидите, что там на самом деле для церкви, сегодняшней православной церкви, великое благословение на самом деле. И это возможность нам обновиться. Сегодня, кстати, друзья, ну, еще вчера, прочитал информацию такую, что, значит, или позавчера уже, готовится все православный собор, то есть уже серьезно поговаривают многие восточные патриархи о необходимости собрания, такого вселенского большого собрания православного. Я скажу, что это отрадно, что-то наконец-таки решили собраться эти люди вместе. Но моя мечта, чтобы на соборе, таком грандиозном, большом соборе, всеправославном соборе, чтобы поднимался вопрос именно об обновлении церкви, о необходимости именно пересмотров и моментов вероучительных, и обрядовых, и потому что церковь не должна замыкаться в своих интересах, не должна становиться такой большой грандиозной сектой. И священникам, я считаю, недопустимо сегодня смотреть, значит, и пытаться сделать вид, что за порогом храма 17-е столетие или какое-то еще столетие. Необходимо церкви поворачиваться лицом к людям. И это очень важно, что все-таки о переменах каких-то, но разговор идет, слава Богу. Так вот, и больше того, я вчера упоминал, допустим, о богомилах, которые были на Руси, да, вскользь кое-что он сказал. Интересно, я еще назову несколько таких движений, интересно. Чисто такое российское движение, такое евангельское, такое православно-протестантское, такое. Это стрегольничество. Стрегольничество. Стрегольник это по-русски парикмахер. В общем-то, в учебниках очень часто встречаются такие ссылки. Обычно пишут историки, вот, ересь стрегольников. Хотя, в общем-то, в учебниках очень часто встречаются такие ссылки. Обычно пишут историки, вот, ересь стрегольников. Хотя по совести, по Писанию, если посмотреть на то, в чем же обвиняли этих людей, то там никакой ересты и нет. А есть на лицо именно как раз движение такого пробуждения, будем так говорить. Дело в том, что в Великом Новгороде, а Новгород Великий это, скажу так, город, где какие-то ростки демократии были в то время. В общем-то, это город такой вольный был. И там, в этом городе, в Новгороде, он был крещен, когда-то был крещен, насильственно крещен. Там нашли следы пожарищ больших. И сегодня историк утверждает, что жертв было гораздо больше, чем раньше представляли себе при крещении Руси. Особенно после археологических экспедиций в Новгород в середине 70-х годов, когда были раскопаны там пепелища, вот именно тех мест старого именно Новгорода. И на каждом пепелище археологи находили клад, а это говорило им о том, что жители не вернулись в эти дома, потому что если бы они вернулись бы живыми, то клад был бы обнаружен. Но на каждом пепелище оставались тайники. Деньги, гривны, рубленные серебряные детали. Так вот, это говорило о том, что всех этих людей постигла участь такая кровавая, печальная. И поэтому историки, если не говоря, что жертв было очень много, этого насильственного крещения. Но как-никак, но все-таки христианство там стало укореняться, такое традиционное. Но, ведь Новгород торгующий город. Там очень много путей таких торговых пролегало. И однажды в этом городе казнили двух людей. Их бросили с Волхова. В летописях есть такая картинка интересная, как с моста бросают людей в реку. И история их неизвестна, в общем-то, кто это люди. Но о них кое-что известно, лишь кое-что. Это были... Один из них был стрягольником. То есть парикмахером был по профессии на самом деле. Карп его звали. Второй был Никита Дягона, православной церкви. Вся вина была лишь их в том, что они собирались как бы на таких домашних группах, общениях, изучая Слово Божье. И молясь своими словами. Но в этом, скажу, это не ересь, это нормально для христианина, я считаю. Но в то время это была уже ересь. В этом видели уже ересь. И больше того, оказывается, Карп, он будучи стрягольником, парикмахером, он работал, и это был его бизнес. И он вел разговоры. И если видел, что человек открывался как-то, искал Бога, то он его приглашал на такие общения. И Слово Божье читалось. Вы знаете, друзья мои, к сожалению... Да, это время 14-е столетие. К сожалению, в 14-м столетии считалось на Руси так же, что Библия, она не для простых людей. Простых христиан, православных, желающих изучать Писание, обычно на Руси сжигали на костра в то время, или же, как в Новгороде, топили просто в Волхове. Больше того, подвалы, монастыри и многие были превращены в пыточные камеры, где сотни душ были до смерти, просто-напросто... Ну, их пытали и убивали их таким образом до смерти, лишь за то, что они осмелились плыть против течения, осмелились интересоваться, что же сказано в Писании. Но все равно даже эти кровавые репрессии, они и людей не останавливали. И на протяжении 70-80 лет продолжались вот эти поимки стрегольников, не только в Новгороде, но и в Пскове были обнаружены такие же домашние общения. Людей арестовывали, их пытали, монахи умели пытать и не убивали до тех пор, пока человек не осознавался и не показывал еще на кого-то, не называл какие-то имена. И потом аресты продолжались, и так было, в общем-то, до бесконечности. Машина такая, сатанинская машина, я считаю, она работала в то время в церкви безотказно. Не то, чтобы все священники были такими злыдними, знаете ли, или инквизиторами, нет. Но, к сожалению, вот такие негодные люди, которые от имени Христа много, как говорится, кровушки попили, вот, к сожалению, они были заводилами в то время в церкви и на ключевых постах в церкви, к сожалению. Потом, в том же Новгороде и Пскове, другая ересь была обнаружена, спустя вот 70-80 лет, ересь жидовствующих, так называемая. Ересь жидовствующих. Я скажу так, что, рассматривая все-таки с разных сторон это явление, лично я склоняюсь к такому мнению, что это все-таки была больше, может, где-то даже ересь, может, в чем-то даже ересь. Но, в большей степени, именно движения прогрессивные, потому что, опять-таки, главным, как бы, в чем обвинялись эти люди, было изучение писания. И я лично, даже если человек неправильно понимает многие вещи, толкует неправильно, я лично лучше буду иметь дело с человеком, изучающим писание, чем с тем, кто писание игнорирует. Пусть даже и вроде мыслит, вроде бы, в согласии со мною. Потому что, на самом деле, есть заповеди в Писании, есть постановления, есть обетования в Писании, которые заставляют нас именно Писание изучать. А если человек, он, на самом деле, служитель, он должен заниматься всем постоянно, даже написано, вникать в себя и в учение. И, в общем-то, Писание учит нас, чтобы мы должны изучать Писание. И через них мы имеем надежду жизни вечной, друзья мои. Так вот, и жудовствующие. Почему жудовствующие? Обычно, в то время, в древности, особо так вот, как бы, и не изобретали даже наименований. Обычно, по тому, кого первого арестовывали по его имени или же по его профессии, вот, сразу, как бы, на всех, сразу, как бы, одно клеймо и налагали. Один такой бренд. Дело в том, что началось все, как предполагают православные, по крайней мере, историки, предполагают именно так, что началось все с одного еврея. Значит, это был еврейский раввин, по мнению православных историков, это был раввин Захария, который из Киева переехал на ПМЖ в Новгород. И в Новгороде, проживая уже, он стал общаться с попами. Значит, попы, это священники, понимаете, да? До Петра Первого на Руси священников звали попами. А заслуженно... да, вот поп, а жена попадья, да? Вот, значит, заслуженные попы, да, были какие? Их называли протопоп. Вот, допустим, протопоп Авакум. Один из лидеров староблячевского такого движения, да? Вот, значит, и жена у него называлась протопопица. То есть, да, да. А, кстати, а заслуженные протопопы, они носили кресты, поэтому их можно было отличить, как бы, сразу из общей массы священников. Обычные священники крестов не носили, конечно, в то время. Но, значит, лишь чуть больше 100 лет тому назад, это стало обычаем в Русской Церкви, ношение священниками крестов. Вот, значит, а до там носили лишь протопопы. Так вот, а заслуженные протопопы назывались попищи. Сохранились такие грамоты тех лет. Я интересовался, значит, изданиями Академии наук еще СССР. И там был, допустим, приводились грамоты тех лет. И, значит, и подписи обычно такие впечатляющие. По пище, допустим, Василий. И печать его там, раз там, да, по пище, наверное, такая бородища, хвостища, там, значит, усище, наверное. Я не знаю, как его. А у вас вопрос? Давайте вопросы потом, после семинара, хорошо? Да, давайте вопросы потом, после семинара, наверное, вопросы, да. Давайте время оставим по поводу батюшки-царя. Я еще расскажу кое-что по поводу батюшки-царя. А Николая II могу рассказать кое-что. Так вот, значит, вообще я не монархист. Я даже противник монархии как таковой. Хотя, если монархия, то должна быть только лишь вот именно такая конституционная, то есть именно ограниченная конституцией, которая должна быть соответствовать Божьему Слову. Но не безграничная монархия, я против этого. Да, значит, и, ладно, друзья мои. Расскажу еще. Стоп, чтобы не забиться в смысле. Я на чем остается? По пище. По пище, ну по пище, ладно. Я, значит, по поводу, значит, вот как раз стрегольничества. По поводу стрегольничества. Дело в том, что, да, жидовствующих, жидовствующих, уже жидовствующих. Так вот, этот рабин Захария, как считается, он собратил попов в какую-то ересь. Одного попа звали Дионисий, другого звали Алексей, и еще, ну по сути, целая группа этих попов и протопопов. Дионисий и Алексей, это очень известные были протопопы. Настояли Алексей. И еще, ну по сути, целая группа этих попов и протопопов. Дионисий и Алексей, это очень известные были протопопы. Настоятелем, один из них был настоятелем Софийского собора Новгорода. Это самый главный храм Северной России. Затем он был настоятелем Архангельского и Успенского соборов в Московском Кремле. Это самые известные храмы на Руси. Так вот, это не простые даже были священники, а такие очень известные, на виду находящиеся люди того времени. Их сожли на костре, на Красной площади в Москве. Впоследствии за что? Потому что эти священники, они, по сути, нарушили вот этот общий такой запрет, негласный запрет на Слово Божье. Эти люди, они, как считалось в то время, наслушавшись еврейской пропаганды, именно того рабина Захарии, они загорелись идеей, по сути, и жизнью свою положили за то, чтобы Библию донести до простых людей. И, больше того, Алексей, допустим, протопоп, он вообще, его можно протестантом назвать даже, потому что он был даже против того, чтобы использовать иконы любые. Он был очень радикальным, и его арестовали, собственно, официально, увидя в том, что он уничтожил свои иконы. Значит, и один из свидетелей увидел это, и он доложил тут же архиепископу новгородскому, тот послал своих солдат, его арестовали, и к ужасу обнаружили, что священник трезвый. Потому что если бы пьяный был бы, то его просто-просто на время запретили бы, и, ну, как бы, мало ли, может, белогорячий. Это было обычным, к сожалению, в то время событием, когда священник на пьяную голову что-то там такое творит. Но раз он был трезвый, значит, понимал, что он делает. И вот в этом, а это была статья очень серьезная, статья называлась о богохульстве, это была статья смертная, был смертный приговор по этой статье. Его в Москву переправили и митрополит московский Зосима, он поддержал этого священника, как ни странно, он поставил его при себе на высокую должность, и он запретил преследование этого священника, и назвал его поступкой даже заслуживающим одобрением. Это вообще, ну, сенсационно. Московский митрополит поддержал такого священника, радикала. Так вот, больше того, другие священники, новгородские, псковские священники в Москве, они начали, как бы, говорить уже, что необходимо все-таки Библию не просто на служение читать, а объяснять людям, комментировать. В общем-то, всех этих священников сожгли в Москве на костре. Когда сменился митрополит, был уже другой митрополит, и князь московский Иван Третий, он дал команду этих священников казнить. В общем-то, это было трагично. Да, конечно же, многие из них были, может, радикалами такими, но при всем при том, то, что они пытались сделать, именно это было благородно. Ведь они пытались Слово Божье принести людям. В то время, 500 лет назад, в Русской Церкви было такое, как бы, знаете, вот такое странное, такое, как бы, событие, очень странное. Ожидали конца света в то время. Вот, Русь приняла христианство с Византии, ведь, да? С 10-го столетия. И приняла не только христианство, но и все книги богослужебные. И вот, по книгам богослужебным, которые на Руси, которые мы были, полакалось так, что конец света состоится в 1492 году. Это было с самого начала христианства на Руси. И поэтому, когда Русь была крещена, это такой малоизвестный факт. Значит, священники обычно наши не очень любят, я имею в виду, православные священники не очень любят такие факты, как бы, вспоминать даже. Потому что, ну, кому хочется вспоминать, ну, как бы, такие вот ложные порочества. Хотя они были, значит, были и, наверное, это самый такой, ну, каверзный такой, в общем-то, пример. Так вот, и когда Русь приняла христианство, то эта дата оказалась очень далекой. То есть, ну, конец 10-го столетия, а это вот 1400 аж, 1992 год. То есть, как бы, еще не скоро. Но проходили столетия, они очень быстро прошли. И знаете ли, наступило вот то самое роковое, значит, 15-е столетие. И многие были в ужасе, что ведь, а время-то уже совсем уже не остается у нас. И тем более, что, в общем, все, как бы, совпадало одно к другому. 1453 год, что произошло? Константинополь пал. Столица православного мира пала. Это было ужасным переживанием, ужасным событием для всей России, не только России. Вообще, для всего православного мира восточного, это было ужасным переживанием. Храм, самый главный храм православия в мире, стал мечетью мусульманской. Это был позор, который, ну, просто не давал покоя миллионам душ. Ведь, это все равно, что, допустим, сейчас бы объявили бы, что собор святого Петра в Ватикане, он был бы, допустим, мечетью святого Петра. Или как там, как там, алякса новая. И вот, значит, и вот на таком уровне. Думаю, ни один католик не остался бы здесь равно нужным, не остался бы. Так вот, и здесь главный храм православия стал вдруг мечетью. Византия пала. И притом пала так, что все понимали, что уже не встанет. Вот так вот упала. Грандиозно упала. И друзья мои на Руси серьезно стали говорить. Все, все совпало. Вот тебе Ислам, лжепророк. Вот тебе Султан Магомед. Вот, значит, он антихрист. И все. В храме Божьем сел, как, значит, время пришло последнее. И прекратились, по сути, на Руси и свадьбы, венчания. Потому что люди, ну, зачем выходить замуж, жениться, ведь уже все, конец света, все равно же. Люди серьезно к этому относились. И это было не просто мнением отдельных лиц, я скажу так. Дело в том, что это было общенациональным ожиданием конца света. Больше того, когда конец света, я понимаю, вы же понимаете, он не состоялся. Так вот, наступил голод в России. Не потому, что была засуха или что-то еще, а потому, что все запасы съели на полном серьезе, доверяя тому, что уже запасы будут не нужны уже. У Даря в словаре записано, что после того года рокового, для истории России, это один из самых роковых периодов, 1492 год, легко запасы. Кстати, что еще все-таки произошло в этом году? Такого, что конец света можно назвать концом света, как бы, одного, началом нового света. Колумб открыл Америку, как раз именно в 1492 году. Вообще, ну, интересно, да? Думаю, это в этом какое-то есть такое, мистическое даже, скажу, конец нового света, вернее, конец старого света и начало уже нового света уже, да? Вот, значит, многие христиане в Америке называют этот год как раз именно концом старого мира, началом нового мира, значит, серьезно, на полном серьезе так называют. Значит, даже есть такое выражение на английском, значит, конец, начало нового света. Вот, именно вот с этого года начинают. Даже предлагали одно время некоторые радикалы в Латинской Америке с этого года начинать именно лет в исчислении даже. То есть, вообще, ну, это интересное совпадение, да? Но на Руси в этом году ожидали конца света, когда Колумб плодит к Америке, думая, что найдет Индию. Так вот, и что произошло? Конца света не было. И это было ужасным событием, потому что запасы съели, не было не то, чтобы поесть что-либо, даже на посевную уже 93-го года не было зерна. Люди многие серьезно голодали, значит, запасов было очень немного. Но он был немного. Почему? Были люди среди всей России, которые, их было немного, их считали сектантами, раскольниками, еретиками, которые говорили, что конец света не состоится в 92-м году. Их считали изгоями, на них пальцем показывали. Когда они выходили сеять в 92-м году, на них пальцем показывали, говорили, это вообще, это сумасшедшие люди вообще. Но потом прошло время, и они, и вдруг, они были правы. А ведь вся официальная церковь русского православа называла их сектантами, еретиками, жидами называли их. Вот наслушали жидовскую пропаганду еврейской. И их назвали жидовствующими. И когда конец света не состоялся, народ негодовал. Начинались бунты, серьезные бунты. Так вот, что произошло? Царя не было, извиняюсь. Был князь московский, Иван Третий, у него был кризис серьезный на дворе, что называется. Вот, он понимал, что народ невозможно больше сдерживать ничем, религиозные узды не помогают, церковь оказалась в грязи, в яме, уже авторитетом особо не пользуются среди народа, из-за ложного пророчества, оказавшегося ложным пророчеством. То есть, все столетия, много поколений россиян ожидало конца света, именно в том году. А он не состоялся. Это был кризис. Надо было что-то делать. И выход нашелся самый необычный. Списали несостоявшийся конец света, знаете на кого? На евреев. Самое интересное. Если конца света нет, значит, виноваты опять-таки евреи. И самое смешное, сработало. Самое смешное, что сработало. Вот невероятно, кажется, да? Казнили многих евреев, в то время сожгли, значит, и сожгли многих православных, не только священников тех, там порядка 20 священников сожгли на Красной площади торжественно, значит, ну, сделали такое шоу религиозное, такое, собрали несостоявшийся конец света, знаете на кого? На евреев. Самое интересное. Если конца света нет, значит, виноваты опять-таки евреи. И самое смешное, сработало. Самое смешное, что сработало. Вот невероятно, кажется, да? Казнили многих евреев, в то время сожгли, значит, и сожгли многих православных, не только священников тех, там порядка 20 священников сожгли на Красной площади торжественно, значит, ну, сделали такое шоу религиозное такое, собрали Москву, москвичи, радовались, веселились, что наконец-то еретиков сожгли. И теперь у нас не будет проблем. Но казнили по всей Руси очень многих людей. Притом, как раз именно грамотных людей. Васян Патрикеев, один из самых грамотных людей того времени, Федор Медведь, там, ну, как бы, то есть, как бы, тогдашние, будем так говорить, просвещенные люди, их было не так много на Руси, будем так говорить, которые как раз именно пытались возвать к здравому смыслу. Именно их и казнили. Ну, медведи его не прямо казнили, его просто замучили до смерти в подвале монастыря Иосифа Локоламского. На дыбе он скончался. Вот, в общем-то, инквизиция наша свирепствовала в то время. Это было, ну, страшным событием. Народ пытался в этих религиозных, таких политических, вот этих шоу, казнях таких публичных найти какой-то, ну, выплеск своим эмоциям. Вот, потому что люди, ну, будем так, негодовали, голод был, да, но я еще расскажу кое-что. За два года до этого несостоявшегося конца света, за два года, значит, в Москве был собор. Это предполагалось со многими последний собор вообще в истории православия, ну, и вообще в человеческой истории. Собор был очень необычным. Он повлиял на всю последующую историю России. Не только церкви, христианство, но и вообще России. На этом соборе решался вопрос очень интересный. Потом, когда конец света не состоялся, были новые соборы, 1503-1504 годы в Москве, на которых, опять-таки, эти темы были подняты. На этих соборах, на соборе 1490 года, выделилось две фракции, ну, если можно назвать так фракциями их. Это большевики, ну, опять-таки, условно говоря, и меньшевики. Чтобы вам было понятно. Большинство и меньшинство. Так вот, во главе фракции большевиков, или, как их называли в то время, иосифляне, был Иосиф Балакаламский. Игумен Балакаламский, Иосиф Володский. Это стяжатели еще их называли, стяжатели. Потом, другая фракция, меньшевики, их можно назвать условно, или же нестяжатели. Во главе этой фракции был Нил Сорский. Нил Сорский, очень известный такой духовный лидер того времени в церкви. Это, эти две фракции, они учили диаметрально противоположному, вообще, провозглашали диаметрально противоположные вещи. Кстати, оба лидера, они как раз именно заявляли, что это является обольщением, это является грехом. Что наши, это не наши методы христианские. Что наш метод по поводу еретиков, это лишь метод убеждения. То есть, вот, мы не должны опускаться до того, чтобы проливать кровь людей, казнить, тем более, людей и прочее. Больше того, Нил Сорский, он даже давал убежище вот этим тогдашним цирконам-диссидентам всевозможным в своих монастырях, заволжских, особенно в монастырях, старцы заволжские. Они, согласие Нилу Сорского, давали им убежище и укрывали их в монастырях под чужими именами, переодевая их чернолистов, спасая их от смертной казни. А Иосиф Волоколамский в своем главном монастыре, Иосиф Волоколамском, так называется сегодня в Московье монастырь этот, он, наоборот, оборудовал кельи специальные для пыток, допросов и камеру душегубки, куда загоняли много людей. И под ними в полу были дыры, куда дым просачивался, и люди просто умирали в страшной медленной смерти. На подобии фашистских душегубок, будем так говорить. И много других, как бы, новшеств, которые Иосиф Волоколамский, официально святой, он практиковал. И тысячи крестьян были замучены до смерти лишь потому, что Иосиф считал их еретиками. Почему? В чем верить? Иосиф считал, что Библия для простого человека, сама Библия, Божье Слово, для простого человека, она не то, что непонятна, она же вредна даже. Вообще, читать Библию, он писал так, в своей книге, которая называется очень даже странно, Просветитель книга называется. Я бы назвал ее прямо противоположно. Дело в том, что там не свет, а тьма именно в этой книге. Так вот, и в своей книге он пишет, что грех простолюдинам читать Библию. И при том он считал это смертным грехом, достойным смерти. Кстати, в последней главе своей книги Просветителя он рекомендует, каким образом нужно допрашивать, как нужно именно ломать кости, поднимать на дыбы и сжигать людей. Рекомендации практически чисто, чтобы человек не вырвался и прочее, прочее, прочее. То есть ужасные рекомендации давал в своей книге, которую назвал Просветитель. Представляете себе? Это ужасно. На самом деле эту книгу справедливо назвать было бы Душитель Пробуждения Просвещения. Так вот, и это был Иосиф Волоколамский. А Нил Сорский учил прямо к противоположному, что Библия для всех христиан православных. Это не книга лишь богослужебная, потому что не от целования Библии в нас вера, не от внешнего такого богослужебного почитания. Знаете ли, мы с традиционного иудаизма тоже взяли такие, к сожалению, не очень хорошие традиции. Внешнее почтение к Торе, но ведь блаженно слышащие Слово Божье и исполняющие его, друзья мои. Так вот, народ должен вникать в Слово Божье. И Нил Сорский остаивал именно на этом. То есть в этом они были противоположны. Кстати, нестяжатели, вот эту фракцию меньшевиков, они, ну вы понимаете, да, они проиграли на соборе, то есть они оказались в меньшинстве. И князь поддержал при всем уважении к Нилу Сорскому, он очень сильно почитал его. Он поддержал именно большевиков, вот тех тогдашних Иосифа Волоколамского. Нестяжатели всех репрессировали, исключая самого Нила Сорского, уже старца глубокого в то время, который скончался своей смертью. Хотя другие историки пишут, что если бы он еще прожил бы пару лет, вполне могло быть, что его тоже казнили бы. Вот, но он не очень-то много пережил вот этот кризис российский. Так вот, ну и много других вещей еще было. Сейчас даже времени не достанет все это рассказывать. Но поверьте, что там и дальше, чему они учили, наверное, 10 или 20 даже можно назвать, таких вот больших и малых, таких вот как бы утверждений, они были диаметрально противоположны, эти утверждения. Вот еще одно позволю себе. Допустим, Иосиф Волоколамский, он настаивал на беспощадной, по сути, эксплуатации крепостных рабов, крестьян, каждым монастырем. Чтобы в монастыре монахи жили за счет эксплуатации крепостных крестьян. Иосиф Нилсорский, он прямо противоположно учил, что крепостные крестьяне, это люди, что не эксплуатация их, а партнерство, партнерское отношение. Он давал свободу для рабов этих крепостных, он помогал им этим хозяйствам подниматься, и у них были партнерские отношения. Допустим, когда Иосифу Волоколамскому дарилось золотые облачения, он, ну, само даже название его фракции впечатляющее, стяжательное. Ну, как бы это, это типа процветания, учения процветания только за счет рабского труда крепостных крестьян, как бы за счет наживания на таких людей, на простых людях. Так вот, и у Иосифа это все было, и он настаивал, что даже если вот эта вот традиция, о которой пел еще Высоцкий Владимир, а в России купола кроют золотом, да, вот чтобы чаще Господь замечал, это суеверие, это Иосиф Волоколамского, в общем-то, учение, что вот купола должны быть золотые, даже если люди в лаптях и босые, и голодные, но купол должен быть золотой. Все должно быть внешне блистательно, византийско-помпезно, царственно. Ну, оно красиво, конечно, сам Иосиф Волоколамский монастырь, это, наверное, один из самых красивых в России монастырей, внешне. Но когда вспомнишь, сколько там душ было убито, замучено в подвалах этих монастырей, что вся эта красота, она на горбах тысяч христиан строилась, и все это, ну, будем так, вопль многих вдов и сирот, он поднимался, то, вы знаете, эта красота, она просто сразу меркнет. Вот я переживал нечто подобное, когда все это рассмотрел я. Вот, наоборот, Мил Сорский, он был прямой противоположностью Иосифу. Он, князья очень почитали его, уважали, хотя они поддерживали князья-то, и московские, и другие князья, поддерживали Иосифа, да, он был очень, будем так говорить, симпатичен. Значит, но, все-таки почитали больше, именно как человека Божьего, именно Нила Сорского. Потому что, когда, например, с ним были проблемы, там, со здоровьем, там, что еще, то за молитвой обращались именно к Нилу, потому что знали, что Бог его слышит, отвечает ему. И было много свидетельств и чудес, которые Бог совершал посредством молитвы Нила Сорского, на самом деле. И не даром его даже при жизни уже называли, чудотворцем называли. И, больше того, когда Нилу Сорскому князья, князья от благодарности, потому что и у князя московского, там, значит, его жена-то, почитали больше, именно как человека Божьего, именно Нила Сорского. Потому что, когда, допустим, были проблемы, там, со здоровьем, там, что еще, то за молитвой обращались именно к Нилу, потому что знали, что Бог его слышит, отвечает ему. И было много свидетельств и чудес, которые Бог совершал посредством молитвы Нила Сорского, на самом деле. И не даром его даже при жизни уже называли, чудотворцем называли. И, больше того, когда Нилу Сорскому князья, а князья от благодарности, потому что и у князя московского, там, значит, его жена смертельно больная, стала здоровой, там, ну, многие другие события происходили, да? Значит, дарили богатые дары, золотые чаши, парчевые, дорогие, там, облачения, там, и прочее, то есть дарили красивые, как бы, вещи, да? Так вот, Нил приказывал все это, он принимал дары, потом приказывал все это продавать и кормить голодных. В то время было голодное время, на самом деле. Потом, когда голод был преодолен, он распоряжался эти деньги вкладывать в крестьянские хозяйства, приобретать там инвентарь, сельхоз, помогать строить дома, там, и прочее. То есть он вкладывал в этих крестьян, которым относился не как вот именно к такому крабам, а именно как вот именно к крестьянам настоящим. И вот, и христианам. Так вот, и когда князья приезжали даже, тех, кто не знали Нила, они порой не могли его отличить от, значит, будем так говорить, остальной массы монахов, потому что его часто принимали даже путешественники, паломники принимали за просто послушника какого-то в монастыре. Он, потому что до последнего дня, будучи глубоким старцем, выходил работать вместе со всеми монахами. Одевался так же, как они, питался с общего стола и прочее. Вот, наоборот, Иосиф Блоколамский, он остаивал на, как вот говорят, это шведская система пасловская, да, что вокруг много охранников. Там, значит, он назывался серафимами, других хирургимами, значит. И он был окружен славой и благолепием, значит, там, значит, в золоте ходил, значит, и прочее, как король. С ним мог сравниться только лишь князь московский, и тот был более скромен в своих этих, как будем так говорить. Ну ладно, то есть смирялся, брат, да. Так вот, и, к сожалению, вот русская церковь, считаю, в то время, 500 лет назад, избрала, значит, неверный курс. И все эти 500 лет, к сожалению, нашей истории, православной, имею в виду истории, русской православной истории, как считается, и осиплянство, именно побеждающее, как бы, и главенствующая, как бы, идеология, к сожалению. Хотя Нила Сорского, его тоже проставили, как святого, учетворца, но у него нет такого авторитета, как бы, значит, до сих пор, значит. И то, чему он учил, это пренебрегаемо в русской церкви, к сожалению. Хотя, опять-таки, есть исключения. И на всей протяжении истории русской церкви православной были те, которые, именно, были, вот, именно, вот, в духе, вот, нестяжателей. Сергий Радонежский, вот, Серафим Саровский, вот, скажу так, что, это все, как бы, вот, в духе, вот, в том же самом, что Эмил Сорский действовал. То есть, это, как бы, это отдельный ветвь. Внутри церкви еще, как бы, одна церковь. Те, которые, на самом деле, о которых можно сказать, что своих колен перед валом не склоняли. Вот, на самом деле. Перед мамонной точно, по крайней мере. И вот, и что дальше? Дальше, да, я постараюсь, о чем еще рассказать-то? Я умышленно такие, хочу, такие, такие запоминаемые вещи, такие говорить, рассказывать, такие, гротескные порой. Хотя, в жизни не все так было, конечно, черное и белое, но я хочу, чтобы было запоминаемое, на самом деле. Что еще? Событий очень много, всех не перечесть даже. Про Николая Второго, под занавес, ну, конечно, можно рассказать. До этого еще расскажу. Сразу давайте мы перескочим 18-е столетие. Так будет проще. 18-е столетие в России. В Украине, кстати, в это время был такой великий, такой украинский реформатор, Григорий Савич Сковорода. Это целая история. Один из самых моих любимых персонажей в 18-м столетии, это Сковорода. Я не могу много рассказывать, я очень люблю о нем читать, и его читать. Он и писатель, хороший поэт. Это украинский Ломоносов, чтобы было проще понять. Вот, как бы, вот, примерно так. Кстати, Ломоносов, Михаил Ломоносов, он тоже приложил руку к реформации церкви. По крайней мере, он первым, кто не побоялся, из несвященнослужителей, из таких ученых и просвещенных людей, не побоялся заявить, что церкви необходимы перемены, церкви необходимы реформы некоторые. То, что он предлагал, это было очень революционно по тем временам. Он предлагал перейти на понятный современный российский тогдашний 18-го столетия язык. Отказаться от Старо-Славянского он предлагал, потому что он резонно писал, что Старо-Славянский мы уже не понимаем. Это 18-го столетия. И больше того, он составил переводы. Он не просто предлагал, а он взялся за перевод, еще даже не дождавшись благословения официального. Он понимал, что, видимо, это благословение не получит. Но он взялся за этот труд. Неблагодарный труд, как потом выяснилось. Он перевел некоторые тексты из Писания, допустим, в Шестопсалме. То, что читается между вечерней и утренней. Прекрасное очень... Наверное, одни из самых прекрасных псалмов Давида, которые звучат как раз в храме. Если вы бывали на большом всеношном служении, это один из самых трогательных моментов служения. Когда заканчивается вечернее служение, и вот, значит, ИЧС начинает читать эти шесть псалмов. Если по уставу, то свет должен быть пригашен в полумраке, значит. Мне это очень нравится. И, значит, прям по центру храма, или ближе вот к алтарю, значит, или же прям на пиросе читать эти шесть псалмов. Вообще, очень трогательно, красиво. Потом все зажигается снова, и начинается уже утренняя служение. Это нужно пережить. Это очень красиво. Один из самых зрелищных моментов, наверное, во всем православном служении. Не считая, конечно, литургии. Так вот, и, вы знаете, друзья, вообще православное служение, скажу так, что если его грамота донести его, оформить красиво, донести, избавить его от этих вот, будем так говорить, как на корабле образуются эти все, и, возможно, нарасты эти, да, вот, то, что накипит, или как называть их, не знаю правильно. Вот, то, что мешает этому уже кораблю двигаться, знаете ли, оно столько уже наросло, столько не очистило все это. Наросло многобожиим, идолопоклонством, колдовством и прочим-прочим всяким мерзостям, антисемитизмом. Если все это почистить, это наше днище нашего корабля, это будет вообще сказка. Алые паруса для Иисуса Христа. Так вот, и я верю, что православная литургия, она засияет, на самом деле, в первозданной красоте, когда избавится от этих просто уродливых форм, которые сегодня вот на ней паразитируют, византийского такого, мракобесия такого и прочих вещей. И нашего российского такого тоже такого просто, и антисемитизма и прочее, что там просто было вкраплено туда понемногу и отравило всю церковь, к сожалению. Ну ладно. Так вот, и Михаил Ломоносов перевел, что там псалмы другие тексты, самые такие, как бы, вот, ну, торжественные, красивые. Но, к сожалению, официальные церковь, ну, я имею в виду, митро тогдашнее, митрополитбюро, можно назвать это, синодалы наши тогдашние, вот, высокопоставленные епископы, к сожалению, зажравшиеся, продажные, они посчитали это ересью. И, в общем-то, лишь заступничество высочайшее, императорское, оно, ну, будем так говорить, позволило Ломоносову, значит, остаться на плаву, а не подвернуться репрессиям. В общем-то, и его труд забраковали, посчитали его неудачным. А сто лет спустя, уже в 19-м столетии, эти переводы Ломоносова считали, назвали уже на полном основании, еще даже еще Державин назвал, по-моему, это уже, шедевром российской словесности вообще. Представляете, если бы тогда бы церковь не прозевала бы это, а приняла бы это, какой благословение мы потеряли, друзья мои, лишившись таким, вот, ну, просто из-за гордости своей, прошли мимо такого благословения. Сегодня, я думаю, убежден, многие священники же локти кусают. Ведь Ломоносов сегодня на слуху у многих, у многих людей, друзья мои. Сегодня для многих русских это очень святое имя, на самом деле, друзья мои. И, ну, поступили очень недостойно, считаю, эти митрополиты и епископы опозорили себя на все столетия последующие российские, российской истории. Да, ладно. Кроме Ломоносова, да, кстати, в том же 18-м столетии, во время царствования Екатерины II, произошли такие интересные события. Оберпрокурором священного синода, то есть старшим лицом в церкви, управляющим православной церковью, синодом, возглавляющим синод православной церкви, был избран реформатор, как оказалось. И это был Иван Иванович Мелесину, тоже, к сожалению, забытый, к сожалению, забытый реформатор. Мелесину, он был директором МГУ, Московского государственного университета. Если будете в МГУ, в фойе, там, как заходите, в зале большом еще, там портреты, большие портреты первых директоров МГУ. Там эти князья такие в орденах и прочее. И вот там один из портретов, кстати, очень скромный такой, без этих множества орденов. И написано, и Мелесину. Но я спрашивал там, значит, даже преподаватели, они не знают, кто такой Мелесину. Ну, в общем, ну, был такой директор, ну, и все. А это же был реформатор. Почему его предали забвению, почему он умер в нищете, в репрессиях, в репрессиях, потому что он, по сути, заняв пост руководителя церкви, он поднял знамя реформации. Первых директоров МГУ. Там эти князья такие в орденах и прочее. И вот там один из портретов, кстати, очень скромный такой, без этих множеств орденов. И написано, и Мелесину. Но я спрашивал там, значит, даже преподаватели, они не знают, кто такой Мелесину. Ну, в общем, ну, был такой директор, ну, и все. А это же был реформатор. Почему его предали забвению, почему он умер в нищете, в репрессиях, в репрессиях, потому что он, по сути, заняв пост руководителя церкви, он поднял знамя реформации. По сути, он, идея Кирилла Лукависа стал проталкивать в русской православной церкви. Это было впервые. Он издал книгу, которую назвал «Пункты», которая была запрещена в Российской империи. И он за это поплатился своей карьерой. И, в общем-то, его память была предназначена забвению даже. Будем так говорить, несправедливо. Полиглот, знаток языков, образованнейший человек в своем времени. Многие западные университеты приглашали его возглавить эти школы. И, в общем-то, он остался именно верным такому призванию своему, как он понимал его. И его мечтой было именно просвещение России, именно просвещение через церковь. Почему он в предложении Городрицы Екатерины принял с радостью и перешел из МГУ туда, в Синод? Потому что он видел, что работа МГУ в то время была лишь очень небольшая работа. Она не влияла на жизнь людей. Но работа церкви, он видел, она влияет на жизнь каждого человека, так или иначе. И вот он мечтал о том времени, когда просвещение будет через церковь двигаться по всей России. Он убеждал священников в этой своей книге пункты изучать Писание, проповедовать Слово Божье, службу сократить до минимума служебную, ритургическую, обрядовую часть и по максимуму вести именно по учению народу. Он предлагал отказаться от практики молитвы за умерших даже, разъясняя людям, что в этом есть суеверие. Он предлагал вести даже женатый епископат, то, о чем Кирилл Укалес даже не помышлял. Он, значит, женатый епископат, то есть вернулся к гиблейским стандартам. Он предлагал многие вещи радикальные, которые просто казались даже для многих синодалов, наверное, сумасшествием. И все это напомнило императрице Новую Пугачевщину, когда члены синода заявили форме ультиматум протест по поводу действий нового оберпрокурора. Это была нетипичная ситуация. Обычно, в общем-то, члены синода, они лишь под козырек козыряли и исполняли то, что им скажут. Но здесь ультиматум единодушный всех членов синода. И через несколько лет реформаторской деятельности, к сожалению, Ивана Ивановича Мелиссину его репрессировали. И он умер в безвестности, в нищете, по сути, значит, всеми забытый. И, в общем-то, я считаю, что сегодня нужно вернуть это имя России, потому что это реформатор с большой буквы. Больше того, в том же 18-м столетии были другие очень известные лица. Я вкратце, наверное, скажу, потому что времени у нас уже мало. Я вкратце скажу о том, что не буду говорить уже о высокопоставленных, скажу о простых людях. Вы знаете, вот Господь, он не только сверху стучался, да, к реформам, призывал общество, но и снизу. Сверху, к сожалению, были в условиях самодержавия безуспешные попытки вот этого, будем так говорить, реформаторства. К сожалению, это не сработало. Но снизу кое-что начало прорастать. Вот, кстати, Григорий Сковорода, Григорий Савич, в чем его заслуга, считаю, грандиозная заслуга, что он, пожертвовав всем, даже своей жизнью, в конце концов, он двигался как сверху, но большей частью снизу, шевеля массы, будучи простым народным проповедником, странником, пилигримом, который из села в село, из города в город, переходя проповеду Евангелия в виде притч, рассказов. Его все рассказы, его все притчи, это вот обычные, как Иисус проповедовал. Он брал из жизни простой, рассказывая о крестьянах, рассказывая о птичках, рассказывая о рыбках, рассказывая о чем-то еще. Он евангельские истины пытался донести до простых людей, и это было очень успешно. Кстати, многие считают его именно как раз одним из предтеч, вот дальнейшая реформация, которая произошла там в Украине. В частности, в Харьковской губернии. А сам Григорий Савич последний год как раз жил в Харькове, на Холодной горе. Так вот, кстати, когда его авторитет был очень высоким в народе, в Украине, и с Киево-Печерской лавры пришло письмо к нему. Ему предлагали занять пост, высокопоставленный там, в лавре, быть монахом, священником, и умереть именно в лавре, в почести и прочее. В общем-то, я думаю, монахи многие уже смотрели на него как на потенциальные мощи и прочее. Но, и в письме, на полном серьезе, такие вещи происходили бы стою очень часто. Наверное, уже делили шкуру с небитой в медведя. Но, значит, в этом письме его очень так вот вежливо и ласково называли столпом веры. И вы будете у нас, мол, я не помню, как там звучит буквально, но примерно так, что вы будете столпом, как бы, у нас вот в лавре Великой и прочее. Он написал письмо, ну, видимо, уже на старости лет ему уже терять было нечего, наверное, но он написал такое радикальное. Там вообще все харизматы отдыхают просто вообще. Он написал, значит, такое письмо, что, говорит, довольно вас, вот, столпов окаянных в этой Вавилонии, там и прочее. Он так, ну, ответил, мягко-то говоря, невежливо. Вот, назвал религиозную, мафиозную эту структуру тогдашнего отступнического православия, назвал новой Вавилонии, а их столпами в этой Вавилонии, которая будет разрушена. Что у вас оснований никакого нет и прочее, прочее, прочее. Ну, его не тронули, его не репрессировали, его лишь просто-напросто, как бы, вот, попытались забыть и все. Значит, императрица Екатерина, она очень сильно почитала его. Значит, его считала русским, украинским Вольтером. Значит, и, значит, и писала его письма. И, в общем-то, последнее письмо, насколько я помню, это было как раз приглашение в Петербург жить в последние годы жизни именно, ну, как говорится, как сыром маслом. Значит, ну, представьте, жить возле императрицы, да? Каково? Тем более уже не очень здоровому, пожилому человеку, значит, да? Всю жизнь бабылем прожившему, значит, ну, не имевшим никого, даже родственников уже, фактически. То есть, ну, представьте, да? Ну, казалось бы, ну, живи возле царицы, да? Питайся с ее стола и прочее. Но в более вежливой форме он и ей дал отказ, значит, после которого императрица перестала написать письма. Вот, она поняла, что этот человек несговорчивый. Хотя, и доложили, что он вообще там, ну, и бедный, значит, и больной, значит, и старый уже, значит, вообще там живет, там, в какой-то хибарке такой, с соломенной крышей и все. Знаете, такой, она его назвала как-то украинским еще этим, Сократом или каким-то, ну, кто жил в бочке там? Диоген, диоген, украинским диогеном, значит, и все. Вот, значит, ну, в общем-то, это как, когда, история есть такая, когда к диогену подошел этот Александр Македонский, он царство гигантское уже вел, уже император такой, да? И он был впечатлен, восхищен этим диогеном и говорит, о, диоген, проси у меня, что хочешь вообще, даже полцарства свои сейчас тебе подарю. Вот что ты скажешь, то и тебе будет. Он говорит, царь, а пожалуйста, отойди в сторону, ты мне солнце загораживаешь, говорит. У него одна просьба была, чтобы он не мешал солнцу светить на него. Мудрый ответ, да? Слава Богу. В общем-то, Сковорода, он тоже примерно такие вещи отвечал. Ну, ладно, да, Бог может о Сковороде отдельно еще там семинар, можно представить, провести с его работами прекрасными, евангельскими беседами. И вот, значит, и в Украине в то время Бог поднял еще одно реформаторское движение, тоже Харьковской губернии, в селе Охочем. Простой мужик, крестьянин, лапотник, Силлан Колесников, Господь пробудил его. И двух его сыновей, Кирилл и Петр. Движение духоборчества, молоканство. Это то, что в 18-м и 19-м столетиях можно называть самым прогрессивным движением вообще в России, в Украине. И это отдельная история, конечно же, друзья мои. Это не хочется, конечно, в эти последние минуты вот так вскользь об этом говорить. Более подробно я буду об этом писать. Я пишу об этом уже, и, даст Бог, скоро издам лекции по истории христианства, где о них будет большая глава как раз именно посвящена этому движению. И я скажу лишь следующее, что это было такое уже более евангельское такое пробуждение. Кстати, лидера молокан, а это в Тамбовске было уже в губернии, Семена Уклеина, его когда арестовали, его посчитали новым Пугачевым, его отправили в железной клетке в Петербург. Посадили в Петропавловку, значит, как опасного преступника. И получилось удивительно. Думали его там уморить в темнице, но он вышел из темницы и умер в своем доме, в Тамбове. А как произошло все? Чисто случайно, но, я знаю, случайно просто так очень бывает. Так вот, и, значит, однажды императрица Екатерина, она вдруг пожелала ознакомиться с личными делами самых страшных преступников, которые содержатся в Петропавловской крепости. Ну, может быть, ужасники на ночь почитать, не знаю, не хотелось. О каких-то тогдашних российских чикатилах. Но вот, и вдруг ее заинтересовало, что один из опасных преступников, значит, там, в Петропавловке, это проповедник, значит, который в Тамбове произвел первую в своем роде уличную евангелизацию в истории Российской империи. Около ста человек вместе с ним, я знаю, случайно просто так очень бывает. Так вот, и, значит, и однажды императрица Екатерина, она вдруг пожелала ознакомиться с личными делами самых страшных преступников, которые содержатся в Петропавловской крепости. Ну, может быть, ужасники на ночь почитать, не знаю, не хотелось. О каких-то тогдашних российских чикатилах. Но вот, и вдруг ее заинтересовало, что один из опасных преступников, значит, там, в Петропавловке, это проповедник, значит, который в Тамбове произвел первую в своем роде уличную евангелизацию в истории Российской империи. Около ста человек вместе с ним, мужчин, вышло на проповедь Евангелия. Открыто. Жандармы, полиции не могли вначале ничего понять, что случилось. Когда донесли генерал-губернатору Тамбова, тот был в шоке. В ужасе, это же смута. Послал тоже арестовывать. Арестовали человек 70, наверное, этих мужиков. Их отправили в Сибирь. А вот их, как бы, лидера, Семена Уклеина, его отправили в Петропавловскую крепость, Петербург. Екатерина очень сильно заинтересовалась. Неужели вот такие у нас есть смутьяны, значит, в государстве? Его, одним словом, его вызвали во дворец из камеры этой ужасной. Его во дворец, в царице, в присутствии министров, членов Сената. Он имел возможность, простой человек, да, проповедовать самой царице. Представляете? Больше того, есть такое, ну это как предание больше, наверное. Я в Малаканском журнале прочитал об этом. О том, что он имел еще личную аудиенцию с императрицей. Так вот, но известный факт, что Екатерина, может быть, желая показаться, я не знаю, что ей руководствовало, но она распорядилась отпустить этого проповедника с охраной грамоты даже. И он вернулся к себе в Тамбов, правда, под надзор полиции, но умер у себя дома, значит, не в Петропавловке. Это, по сути, один из пионеров реформации российской. Я думаю, что в Тамбове это должно быть, ну, знаемо, наверное, почитаемо даже как-то. Так вот, и Малаканство, почему они сами о себе говорят так, что мы возлюбили чистое словесное молоко, чтобы возрасти во спасение. А Екатерина, согласно тому преданию, значит, Малаканскому, она сказала, нам больше таких православных священников, почему его и отпустили. То есть, она не нашла в нем ереси. Но хотя он изучал, видите, слово Божье, читал его в присутствии других людей, а это уже считалось ересей в то время, к сожалению. В 19 столетии движение штунды баптизма, и это очень такое большое движение. Видите ли, в чем ошибка православной церкви как деноминации. Наша ошибка была самой грандиозной, что мало-помалу мы сами же отсекали всякие попытки обновлений. И те люди, которые хотели именно перемен и возвращения к Иисусу, да, к Слову Божьему, они мало-помалу оказывались в стороне. В стороне все дальше и дальше и дальше. И разрыв этот, к сожалению, в 19 столетии стал очень таким роковым даже разрывом. Значит, было, кстати, в Российской империи, об этом тоже мало кто знает, было массовое, первое в истории, после, ну, конечно, книги Деяний и первого века апостольского, было массовое, многотысячное крещение Святым Духом со знаменем молитвы на иных языках. Это было в Российской империи еще в 1833 и 1837 годы. Это удивительная история. Я об этом, кстати, рассказываю на одном из DVD, которые я привез. Это моя проповедь какого вы духа в новом поколении, в реческом новом поколении. Я рассказываю это, и там пастор Алексей просто вообще это все переворачивает, это все по-другому показывает в нашей истории. И скажу так, что когда сегодня мне говорят, что 50-ничество это американская секта, я говорю, ха-ха-ха. Еще задолго до великого американского пробуждения. В далеком 1833 у нас уже это было. Просто оказалось невостребованным и, больше того, гонимым, истребляемым. И тысячи людей были репрессированы лишь за то, что они пережили, имели такие переживания, друзья мои. Почему Америка была очень благословленной 100 лет назад? И через нее Бог благословил очень многие страны мира. Фактически всю планету в то время. После начавшегося пробуждения на Азуза-стрит в чернокожей афроамериканской общине. Там, в Лос-Анджелесе. Потому что на самом высоком таком уровне политическом и религиозном не было гонения на это движение. Не считая там Пасхи или какие-то там статьи. Это все ерунда. Это как комарийный писк. В общем-то, в целом, не было притеснений этого движения. И вот именно как раз свободы религиозные и демократии, они дали возможность этому движению набрать силу и пойти дальше и дальше и дальше. До сегодняшнего дня. В царской России, к сожалению, это движение было названо сектантским. И очень много людей было казнено, даже убито. Это тоже малоизвестные факты. Очень малоизвестные факты. Кстати, ведь похулив Святого Духа и назвав это действием дьявола, друзья мои, мы в скором времени, не таком уж скором, конечно же, времени, но пожали в Советский Союз. То есть коммунизм, он не с бухты барахта свалился на нас, знаете ли, призрак этот ужасный монстр, этот призрак коммунизма, он бродил вначале по Европе, да? Но ему нужно было места безводные, бесплодные, где бы он мог бы пустить корни. В Европе, если бы не однажды там Великая Реформация, начавшаяся, я убежден, что это призрак, он пустил бы свои корни и обосновался бы там прочно. Но Реформация выбивает почву у этого дьявола. И, в общем-то, нашел этот демон коммунизма, нашел именно у нас присталище, потому что, к сожалению, мы, как церковь, сами же, как идеологический работник государственного в то время, многие столетия, готовили плацдарм для вот этого отступничества, друзья мои, для атеизма. Потеряли Святую Русь и породили Советский Союз, как говорил отец Александр Борисов в Москве. Так вот, и, знаете, друзья мои, Бог дает шанс, но Он плачет, порой Господь наш плачет над Иерусалимом, который время посещения не видит. И, к сожалению, вожди народа вводили в заблуждение, как Исаия говорит о вождях народа израильского. И вот, и, наверное, самый страшный такой вехой в 19-м столетии в нашей истории, я специально такие моменты, такие рассказывают, такие очень такие впечатляющие. Это был в конце самом 19-го столетия, значит, третий, он назывался уже, миссионерский съезд в Казани, Казанский съезд. Главным докладчиком там был митрополит Милетий Рязанский, он официально святой, кстати, православной церкви русской. Милетий Рязанский представил проект на том съезде первого в истории человечества даже концлагеря для уничтожения штунда баптизма и вообще евангельского пробуждения в Российской империи. Это был ужасный проект, который предполагал православный митрополит, предполагал этот проект лишение всех прав имущественных, родительских и в Заполярье за колючей проволокой, за вышкими пулеметными, в бараках, на минимальном пайке проживания и, по сути, медленная смерть. В Заполярье там тысяч и тысяч штунда баптистов, штундистов и прочих-прочих всех, кто был уже не православлив в тот период времени. Это было ужасным событием в истории Российской империи. И, к сожалению, на том съезде, съезд был в Казани, хотя первые были съезды два в Москве. Почему в Казани? Потому что в Казани можно было как бы не светиться, будем так говорить, подальше от прессы, которая в то время в основном была в Петербурге и в Москве лишь. И подальше от иностранцев. Потому что резонно можно предположить, что если иностранцы такое услышали бы, то они бы это все придали бы огласке. Но, по числе случайности, будем так говорить, из-за журналистского любопытства, ведь когда среди журналистов информация такая стала распространяться, что в Казани там съезжаются, во-первых, епископы, митрополиты, сотни делегатов, потом члены сената, сенота, то есть там министры, силовики, генералы, адмиралы, то есть известнейшие люди в империи съезжаются. И притом не пускай журналистов, и притом это будет что-то очень важное, то заинтриговало многих это все. И вот попали туда некоторые, правда не без хитрости особой, конечно же, да, под чужими паспортами дворянскими, попали журналисты некоторые, французские и американские попали, выдавая себя за российские дворянки. Благо, что многие российские дворяне в то время русский язык хорошо не знали, значит, говорили на французском свободно, значит, и поэтому они сошли за своих дворян. Так вот, и тем более, что многие паспорта в то время не имели фотографии, ну не фотографии, а вообще обозначения лишь, описания всевозможные. И вот, и на съезде было голосование. Этот проект, он, это самый ужасный проект вообще-то. Этот проект, он был одобрен и был принят, обращаю ваше внимание, единогласно. Не было даже одного голоса воздержавшегося. Это было ужасным событием. Иностранные журналисты, фотографии, ну не фотографии вообще, но обозначения лишь, описания всевозможные. И вот, и на съезде было голосование. Этот проект, он, это самый ужасный проект вообще-то. Этот проект, он был одобрен и был принят, обращаю ваше внимание, единогласно. Не было даже одного голоса воздержавшегося. Это было ужасным событием. Иностранные журналисты, там присутствующие, они потом описывают это все как кошмар. Им казалось, они видят страшный сон. По крайней мере, так написала New York Times в следующем дне, опубликовав отчеты об этом Казанском съезде. Наша общественность российская так до самой революции фактически ничего не узнала, так и не узнала фактически об этом съезде. Американская общественность узнала об этом на будущее утро, благодаря смелости, находчивости, ну и хитрости, конечно же, этих журналистов. Так вот, и этот проект, он был одобрен, он был принят как закон, казалось бы. Но Николай II, император российский, он не поставил свои подписи, не потому, что он любил не память всех верующих. В общем-то, это было с его одобрения, все то, что там звучало в Казани. Его отец, Александр III, император всероссийский, он, в общем-то, был, по сути, и душой этого проекта, но его лишь смерть первопостижная, она не позволила этому проекту при нем быть как бы принятым. Митрополит Милетий продолжил при его сыне, при Николае II этот проект разрабатывать, до конца доводить его. И, в общем-то, Николай II, к сожалению, начал свое царство неправильным образом, через спиритизм, общаясь со своим покойным батюшкой, для чего в Питер был приглашен, значит, сатанист тогдашний и спиритист, значит, доктор Пайнос некто. И вот, это тоже такие известные факты из истории, значит, очень страшной истории нашей, российской. Кстати, спиритизм, он до добра не добудет. И вот на примере семи трагедии, семи Николая II это очень хорошо наглядно видно. Дальше. Почему Николай II не поставил свою подпись? Дело в том, что американская общественность и, конечно же, в первую очередь, Синод, ой, Синод, извиняюсь, Конгресс США, которые в то время в основном были, баптистским был Конгресс, притом республиканским, накануне, в 96-м году, в Америке были выборы, которые спасли Россию. Одни странные. Потому что до того в Белом доме были демократы, которым было, ну, грубо говоря, наплевать на то, что творится в далекой России. В 96-м пришли республиканцы. И пришел президент-реформатор. Это был 25-й президент Америки, Уильям Маккинли. Вот, если вы карту географическую, значит, Северной Америки представляете, вот на Аляске, там есть самая высокая точка Северной Америки. Она так называется, Пик Маккинли. Это в честь царя-реформатора, президента-реформатора американского названия. Это самая высокая точка Америки. Потому что его при жизни уже называли самым высоким президентом, самым, ну, лучшим президентом Америки. И Линкольн, и Вашингтон блекнул в сравнении с тем, что сделан Маккинли для Америки. Но его не очень, будем так говорить, сегодняшние американцы даже знают, потому что это был христианин, притом такой, который ни одно решение в Белом доме не подписывал, перед тем, как на коленях не проводил несколько часов порой в молитве. И, в общем-то, человек настолько... Его критиковали противники даже в своей же партии республиканской, как именно, значит, сторонника Пуританской Америки. Значит, но его так и убили, в общем-то. Его застрелили точно даже неизвестно, кто послал этого убийцу, но это был польский, значит, анархист, значит, Чавиш, не помню, как его называли точно, ну, неважно, польский анархист из Чикаго, который, значит, застрелил в упор его в Буффало, значит, во время Всемирной выставки там в Америке. Но Маккинли успел сделать несколько таких важных дел. Во-первых, для Америки он, по сути, притормозил в то время обмерщение Америки. И он попытался вырулить Америку на христианское русло, притом очень радикально, именно к такому евангельскому образцу. Он заявлял, в частности, что в Конгрессе, если кто-то из конгрессменов изменяет своей жене, то я, говорит, все решение Конгресса могу отменить вообще полностью. Потому что я считаю, что лишь политики, которые морально чистые, они могут от имени Америки делать историю. Все. Он считал, что любой аморальный поступок членов его кабинета, это пятно на весь кабинет сразу. И он считал недопустимым. Даже не то чтобы сквернословие какое-то. То есть к первой такой евангельской такой любви призывал Америку. Это был на самом деле великий президент. Дай Боже нам вот, и нам в России такого президента, и Америке, дай Боже, такого президента, конечно, сегодня. Он очень необходим сегодня. И Америке той же самой, сползающей, деградирующейся сегодня, к сожалению, аморальный во многом. Но, друзья мои, я верю в реформацию. Я верю, что Господь будет в милости к нам. И, так вот, Макинли спас Россию. К сожалению, в России, да и в Америке сегодня, об этом мало кто знает. К сожалению, Макинли именно настоял на том, когда в новостях, в газетах было сообщено о Казанском съезде, он назвал это угрозой и Америки, безопасности Америки, и угрозой безопасности всему миру. И он настоял на ультиматуме Николая Второму, вплоть до того, что Россия, она же была членом Антанты, впоследствии союз такой назывался Антанта. Так вот, вплоть до того, чтобы объявить бойкот военный, экономический, политический бойкот во всех отношениях, и призвал страны мира, тогдашнюю Францию в частности, поддержать этот бойкот и заявить, что такой закон, это средневековье, но уже в конце просвещенного, как тогда считалось, 19-го столетия. Так вот, и Николай Второй проект этот не подписал, слава Богу. Он не выдержал этого такого массирования, такого, будем так сказать, сопротивления. Тем более, что и Франция в большинстве своих, слава Богу, французские баптисты, по крайней мере, они выразили ультиматум и нажали на свое правительство. Были пикетирования российских посольств, и были вынуждены власти сообщать местные туда, в Питер, тогдашний Петербург, что повсеместно в странах европейских идет бойкотирование полностью. А Россия 40% всех денег имела за счет сельхозпродукции, вывоза за границу. Около 60% это вообще продажа за границу товаров. А если бы это все прекратилось, то Россия разорилась бы, экономически потеряла бы все. Так вот, и Николай Второй не пошел на это. Его резолюция была оставить до времени этот проект. Так вот, и этот проект, он все-таки увидел свет, друзья мои, как не страшно это звучит. Это было уже после революции 1917 года. Это было в сентябре, 5 сентября 1918 года, когда Совнарком во главе с Лениным подписал декрет, знаменитый декрет о констагелях для классового противника. И уже зимой 1918-1919 годов, по проекту православного митрополита, который готовил это все для протестантов, для евангельских верующих, был приготовлен констагерь, первый советский констагерь, первая ласточка советского ГУЛАГа, заработала именно зимой 1918-1919 годов. И на удивление, в первой партии осужденных в этот лагерь смерти были именно священнослужители. И при том, некоторые из тех, кто в Казани 20 лет до того голосовал за этот проект, я думаю, это не просто совпадение. Я думаю, что за всем этим стоял Бог. И я думаю, что для этих священников это был тоже шанс покаяться. Сам Милитий не дожил до этих ужасных событий. Он скончался там, в Рязани. Он там и похоронен. Он еще умер до революции. Он уже даже в Казани был глубоким старцем уже. Но, друзья мои, друзья мои, это детище заработало. Потом было время НЭПа, мы знаем, время свободы. Но представь, они уже с 1929 года, насколько я знаю, когда ГУЛАГ заработал советский. Именно проекты, наработки митрополита Милития, они использовались, НКВД, для создания сети конслагерей. И в Заполярье, и в Казахстане впоследствии, и в Сибири. В общем-то, если вы видели карту ГУЛАГа советского, распространяемую сегодня обществом память, допустим, или другими обществами, это ужасная карта. То есть, по сути, сеть этих лагерей была по всей России матушке. Большей частью, конечно же, в самых страшных местах нашей отчизны. Так вот, и немецкий фашизм, уродливая его форма, как раз победила, к сожалению, тогда. И Гитлер, он был антикоммунистом, но он ушел в другую крайность в своем этом антикоммунизме. Он пошел, значит, фашизм, настоящий человек ненавистничества. И идею концлагерей он взял от коммунизма и воплотил тоже в своей, в своем восстанавливаемом рейхе, третьем рейхе. Сеть концлагерей покрыла и фашистскую Германию, и другие страны некоторые, этого нового рейха. Так вот, и опять-таки, именно наработки митрополита Мерития, они даже вплоть до печей, сожжений тел, они были, в общем-то, воплощены. Об этом, кстати, мало кто знает в этом антикоммунизме. Он пошел, значит, фашизм, настоящий человек ненавистничества. И идею концлагерей он взял от коммунизма и воплотил тоже в своей, в своем восстанавливаемом рейхе, третьем рейхе. Сеть концлагерей покрыла и фашистскую Германию, и другие страны некоторые, этого нового рейха. Так вот, и опять-таки, именно наработки митрополита Мерития, они даже вплоть до печей, сожжений тел, они были, в общем-то, воплощены. Об этом очень мало кто знает, что именно мы, как православные, выпустили вот этого джина, будем так говорить, ящик Пандора вскрыли. Друзья мои, но пришло время покаяния. Я думаю, что с Дома Божьего не только мерзости должны идти, но и покаяние тоже, опять-таки, с Дома Божьего должны идти. Друзья мои, и... Так, у нас, к сожалению, времени уже нет, но я хочу все-таки рассказывать о страшных вещах. Да, о, чтобы не забыть еще. Ведь Германия не просто так с Бухта-Бараха стала фашистской. У них тоже было нечто подобное, что было у нас. Кстати, у нас очень много похожего в истории с Германией, только немного, ну, по-другому, конечно. Значит, дело в том, что в Германии тоже было нечто подобное, что было в Российской империи. Но более так юридически. Они тоже похулили Святого Духа очень серьезно. Вот сто лет назад, вот в девятом году будет как раз сто лет, Берлинской Декларации знаменитой. Когда они заявили, немцы на самом высоком политическом уровне и религиозном уровне заявили, на действие Святого Духа, пересятничество, начавшееся всемирное такое пробуждение, назвали действием лукавого, дьявола. И прошли немногие годы, и участники этой Берлинской Декларации, эти политики, эти церковники, церковные деятели подписали другое воззвание, признав национал-социализм, признав фашизм, христианской идеологии. Друзья мои, значит, и, ну, это, скажем, много можно о этом рассказывать. Я скажу еще кое-что. Обновленческое движение в православии, оно было в 20-30-е годы. И вот хотя бы назову имена некоторые, очень таких известных информаторов. Это вот Боярский, конечно же, да, Александр Боярский, его внук нам всем известный, Михаил Боярский, наш Д'Артаньян этот, будем так говорить, небезызвестный. И, думаю, все выросли мальчишки на этом, да, пока там, пока, покачивая перьями на шляпах. Так вот, его дедушка в далекие 20-30-е годы поднимал знамя реформации, был даже православным митрополитом обновленческой православной церкви и был расстрелян в 1937 году, как потом узналось уже после смерти Сталина, после всех этих развенчанных культа личности Сталина. Хотя семья его до последнего ожидала, его до самой смерти Сталина, думали, он просто в тюрьме сидит, без права переписки и прочее. А оказывается, его даже и без всякого суда, просто по приказу с Кремля, просто расстреляли и все. Потому что посчитал Сталин очень опасным его на государственном уровне. Он боялся реформации, он понимал, что такое православие, что это за махина, что если пробудется эта церковь, она похоронит Советский Союз. Он понимал, он был не дурак, он сам учился в православной семинарии, он знал, что такое православная церковь, он знал, какой потенциал есть в церкви. И знаете, друзья мои, другие еще реформаторы, Александр Видинский, кстати, вот в тезисах его есть фотография тоже есть, я поместил ее вот возле Кирилла Кариса, это фотография 20-х годов, ну это фотография уже 30-х даже. Это, значит, митрополит Александр Видинский, православный реформатор. Он скончался в 46-м году, как раз год разгрома обновленческого движения, окончательно, как считается, в истории СССР. Так вот, и Антонин Грановский, здесь тоже, кстати, есть его фотография, это на 4-й страничке. Антонин Грановский, здесь он в черной такой рясе, такой полноватый такой. Это Грановский, это такой украинский, такой еврейский православный реформатор. Очень интересная личность вообще, из казачьего рода, такого старого. И он, значит, первым из всех этих обновленцев, он очень радикально, как бы, по его благословению православного архиепископа, да, значит, митрополита, его демонтировали в законоспасском монастыре, кто в Москве бывал, это один из самых красивых монастырей вообще в России. Так вот, в этом монастыре демонтировали иконостас, ну, эту перегородку, отделяющую святое святых, как бы, да. Так вот, и престол вынесли посредине, ну, почти посредине храма. И москвичи, многие были просто в шоке, православные москвичи, они никогда такого не видели служения. Во-первых, на русском языке, во-вторых, без иконостаса. И все, и священники, и прихожане, все подходили к престолу и притещались. Тело крови, как одна семья, как братья и сестры. Это было удивительно. И Грановский сказал, что это не просто демонтаж иконостаса, ненужной, по его словам, перегородки, но также и, должен был подчеркнуть, по его словам, софсируя широкий доступ к престолу Отца Небесного. Слава Богу. И это, ну, много других было смелых экспериментов при нем сделано. Но скоропостижная его смерть в 20-м году прервала вот его эту работу реформаторскую. И были другие союзы, были другие реформаторы, очень интересные, но это, наверное, самые такие выдающиеся, как бы. Потом, друзья мои, я верю, что сегодня православная церковь в России, вообще вот, в бывшем Советском Союзе, да и вообще в мире, в целом, должна пережить большое пробуждение. В прошлом году в Америке, в Сан-Августине, во Флориде, я был в одной церкви, которая называется, очень интересно, Харизматик, Ортодокс Чордж. Харизматическая православная церковь, представляете? Это православные, которые пережили и крещение Духом Святым, силу Божью. Я разговаривал лично с ее епископом, епископом Марком, и он мне говорил такие слова. Он американец, который ни разу еще не был в России, но я очень хочу, чтобы он побывал у нас, благоставил и Украину, и Россию тоже, в совместной конференции. Так вот, и он говорил, что раньше для меня было странным, если православный, тем более священнослужитель, если он там молится на языках. А теперь для меня это странно обратное, если он православный, тем более священнослужитель, и не молится на языках. Вообще, как ты? Потому что отстал от жизни вообще. Да, друзья. И я верю, что Господь, Он в эти дни пробудет церковь. Почему я так верю? Во-первых, сам Господь наш, Иисус Христос, он сказал, что врата ада не одолеют церкви Божьи. И Господь наш глядет. И Он хочет видеть церковь свою славную, не имеющую поднайли порока. На самом деле, в Писании говорится об одной церкви, друзья мои. В Писании говорится о церкви, как об одном теле, об одном строении, об одном храме. Но, в последней главе Библии говорится о двух моделях христианства. Говорится как о блуднице, которая будет разорена, уничтожена. И говорится как о невесте, которая будет возвеличена, прославлена. И апостол Павел Коринфян пишет следующее, что совокупляющаяся с блудницей есть одна плоть с блудницей, а соединяющаяся с Господом есть один дух с Господом. И вот очень важно, с кем ты соединяешься? Церковь блудница или церковь невеста? И это не динаминации, как вот я ошибочно раньше полагал. Нет, здесь водораздел проходит не по динаминационным перегородкам, а по сердцу человеческому на самом деле. Если в твоем сердце живет Господь Иисус Христос, если ты Его любишь, если ты служишь Господу Богу, Ему лишь поклоняешься, то ты с полным основанием часть этой невесты Иисуса Христа. И моя мечта, чтобы христиане разной динаминации сегодня, на самом деле, загорались этой любовью к нашему Господу. То, что имели первые христиане, первые верующие, должны иметь сегодня мы, этот огонь веры, и нести его до самого пришествия Иисуса. Может, он уже скоро вернется, друзья мои. Я надеюсь на это, как и думаю, что и вы. И знаете, друзья мои, тем более, что если все так скоро завершится, то и, в общем-то, наш период, он самый такой, думаю, значительный. Есть такая старая еврейская песня, ее часто поют, она по-новому поется в христианских церквях, во многих, и мы в Киеве часто ее передано время. В сердце только ты один живешь. Знаете? Мой родной и самый драгоценный, знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, господин и царь над всей вселенной, господин и царь над всей вселенной. Вместе? В сердце только ты один живешь, Мой родной и самый драгоценный, Знаю, скоро ты за мной придешь, Придешь, господин и царь над всей вселенной. Господин и царь над всей вселенной. Только, только ты один для меня и не другого. Только, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. Только, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. Только, только ты один для меня и не другого. Только, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Давайте встанем, возлюбленные братья и сестры, и завершим такой молитвой. Пусть Господь Иисус будет всегда на первом месте нашей жизни. Пусть Слово Божье будет руководством нашей жизни и деятельности, к нашим размышлениям, каждодневным таким размышлениям. Пусть каждый из нас, он вникает в себя, в первую очередь, во вторую очередь, в учение, и занимается им постоянно, на самом деле. И так не только спасем себя, но и тех, кто слушает нас, на самом деле, друзья мои. И спасемся от многих грехов и наших, и поможем многим людям выйти из очень многих проблем, если будем это дальше нести. Так вот, и друзья мои, пусть вот этот свет, он не погаснет никогда нашей жизни. Те, кто может немного где-то очерствел, просто просите Божьего обновления, Божьего вот этого свержения, потому что реформация начинается с каждого из нас. На самом деле, с обновления нашего сердца, нашего разума, нашей жизни, нашей судьбы, нашей семьи, и ближайших людей к нам, и дальше, это как реакция, она продолжается дальше. Вы знаете, однажды в Англии, много лет назад, была ситуация не меньше драматичной, чем в России сто лет назад, тоже нищета, безработица и прочее, и уже была готова, по сути, новая революция там, и могла кровь пролиться. Но началось великое пробуждение Уэльси, и многие люди покаялись, богатые стали делиться своими богатствами, порой неправильно накопленными, бедные люди стали благословлять правительство свое, и стали молиться, и революция не состоялась, кровопролитие вдруг отменилось внезапно, и началось преображение страны. Друзья мои, сегодня Россия также на пути, на перепуте, либо революция, либо реформация, но я не хочу кровопролитие в нашей земле, я хочу видеть, на самом деле, обновление ума, возрождение свыше людей, и даже если люди неверующие, но все равно, когда реформация, когда обновление, даже люди неверующие, они говорят, да, в этом что-то есть, и они начинают что-то делать, благочестивые, угодные Богу. Друзья мои, пусть Господь благословит каждого из нас в эти дни, в эти последние дни, и пусть Божья милость будет с нами. Отец наш и Царь и Бог, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, Господь, за моих братьев, сестер, Господь, за всех, кто участвовал сегодня и в эти дни в этом семинаре, присутствовал здесь, за наших дорогих зрителей, Господь, я благодарю Тебя, Божий, смогущий, и прошу Тебя, Господь, благослови Бог Аврама, Исаака, Якова, призрись неба, Господь, своим отцовским благословением, благослови, Господь, Приморский Ахтарс, благослови, Господь, Краснодарский край, Боже, благослови, Господь, Юг России, Боже, и благослови, Господь, также всю нашу истрадавшуюся Родину, Господи, И пусть Твой Дух Святой обновит, Господь, страну во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, многие сердца ословятся пред Тобою. И пусть Твое имя будет возвеличено, Господь, превыше всякого имени на нашей земле. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Царь наш, Бог наш, Господь наш. Во имя Иисуса благословен Ты, Боже наш. И пусть в наших судьбах исполняется Твоя святая воля, Боже наш. Пусть из истории христианства каждый из нас, из этих порой таких страшных примеров, вынесет желание служить Тебе, Господь, сегодняшним днем, Господь. Боже, благодарность за время, отведенное нам сегодня, Господь. Пусть будет в наших сердцах. Пусть каждый из нас научится дорожить временем, потому что время коротко, потому что дни лукавы. Боже всемогущий, благодарность Тебе и хвала. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok